Знаете, часто иногда думаешь, а вот что бы мы делали, если бы мы были в то время, или что бы мы делали, если бы мы жили в ту эпоху? Вот иногда думаешь, а если бы мы были свидетелями распятия Иисуса Христа, если бы мы жили в то время, в первом веке, а как бы мы отреагировали? Дорогие, это очень легко понять, потому что регулярно происходят люди, которые точно так же несут скандалы, но и как реагируешь на них, вот так бы ты точно и тогда отреагировал. Да большинство всегда боятся, отрекаются, и даже его ближайшие ученики, они что сказали? А мы не знаем, кто это такой, они все разбежались. Петр, которому Иисус, помните, сказал, все обо мне соблазнятся, и Петр сказал, если все соблазнятся, я нет, нет, не скандалон, не соблазнюсь, не соблазнюсь. А когда все это произошло, и когда опасно, что ты знал его даже, чтобы кто-то понял, а уж тем более был его учеником, так как-то все и присмирели, ну да, ну как-то так вот. А ты был с ним? Да нет, я не был. Не, похож, ну похож. Тогда не было интернета, не было камер. Так можно было легко вычислить, кто с ним был, кто с ним не был. Особенно если камеры с распознаванием лиц. Но повезло в ту эпоху Петру. Не узнали его, фотографий не было, в интернете не посмотришь ближайших сподвижников этого скандального Назарянина. Но, тем не менее, видите, забоялись, забоялись, запрятались, притаились. И, тем не менее, всегда поднимаются такие люди, поднимаются такие личности. Мы говорили как-то на одном из собраний про Сократа, который точно так же, не совершив никакого злодеяния, был осужден и был казнен. Он должен был выпить чашу с ядом, причем у него была возможность убежать. А он не согласился. Ему предложили скрыться, а он говорит, нет, я ничего не сделал негодного. Его там обвиняли в том, что он религию не уважает. Ну, он там не сильно разделял мнение вот этих всех богов их греческих там. Он был верующим, но не совсем так, как им хотелось, чтобы он был верующим. Ну, и молодежь смущает. И Сократ говорит, почему я должен убегать? Я не сделал ничего, я буду на суде, я буду говорить. И что? И вот толпа осудилась этого скандалона. И он умер, выпил чашу с ядом. И видите, все время есть вот в истории вот это происходит. И возникает вопрос, пастор, а как же быть? Как различить вот этих скандалон, которые нас соблазняют и уводят с правильного Божьего пути? И скандалон, которые от тебя, через которых ты к нам говоришь, но которые непонятны, неприемлемы для мира сего? Как нам это отличить? Давайте вот, я даже листочки свои не буду брать. Вот, ну, эта книжка может, что нам сказать это? Дорогие, нужен дух. Духовная жизнь. Это не просто красивые слова, это сказки. Это некое внутреннее развитие. Одной буквы недостаточно, потому что, как я сказал в начале, отвечай глупцу по глупости его, не отвечай глупцу по глупости его. Как быть? Дух должен показать. Скандалон, уводящий от Божьего пути. Скандалон, призывающий к Божьему пути. Как различить? Как различить? Дух Божий. Поэтому, дорогие, сегодня очень много споров в христианстве. А причина одна. Мы все пытаемся найти такую идеальную, совершенную букву, чтобы все было ясно и понятно, чтобы дух был не нужен. А так не бывает. Дух нужен всегда. Сколько сегодня споров в христианстве. Открываем послание Павла, да? Власть от Бога, власть не от Бога. Всякая ли власть от Бога, да? Вот в интернете спорят. Не всякая ли власть от Бога? Или всякая ли власть от Бога? И есть такие радикалы, которые говорят, абсолютно всякая власть от Бога, а все мятежники – это все не от Бога. Тогда интересная вещь получается, если всякая власть от Бога, а мятежники всякие не от Бога. Если мы даже берем на примере нашей страны, всякая власть от Бога, и у нас был царь, да? Он от Бога. И появились мятежники, появились большевики. Они свергли царя и стали сами властью. А поскольку всякая власть от Бога, получается, и они тоже от Бога. То есть, получается, если мятежник выиграл, и все у него получилось, он от Бога. А если у мятежника ничего не получилось, значит, он не от Бога, ибо всякая власть от Бога. Понимаете, это же абсурд. Абсурд. Как понять? Дух для этого и нужен. Нужен для этого дух, чтобы разглядеть божественных людей, которые часто приходят к нам в странном порой, в скандальном порой виде и обличии. Не так, как мы ожидаем. Мы-то ожидаем, что тут должен приехать такой солидный пророк, и вот так встать, обязательно в галстуке такой солидный, ну и, конечно, не с листочками. Вот так вот он должен ходить, так все время. Вот сразу же, ну видно, вот если у него будет галстук, ну тут все вот так вот солидно. И, конечно, волосы не такие, не такие, не такие. Не такие. Это какой-то скандалон Самсон. Нам надо такой, чтобы был причесан, прилизан, приглажен, чтобы ничего не торчало. Это вот наш путь. Наша дорожка вот такая, вот такой, да? А тут какой-то, бывает, приходит, и одежда не так, и причесан не так, и все не так, и еще по листочкам что-то там такое, не поймешь, что. Вот, ну что за скандалон, ой, зачем это все надо, для чего это? И мы часто не видим, мы часто это не слышим. Не слышим. Не слышим.